Засиделись мы у вас, Михаил Михайлович? Да сидите, сидите. Я все равно не сплю с этими записками тут. Ну ладно, тогда еще выпьем. У вас что, товарищ умер? Бандиты ранили. А другой? Сам подвох для нас, для всех, подлюка. Не понял. Да ладно. Давай. Войдите. Можно? А, Шурочка. Я картошечки горяченькие принесла. Ну-ка, садись с нами. Выпей. Садись. Ешьте. Я не буду. Умаялась, небось, за день. Целый день на ногах стираешь. Вот, Михаил Михайлович, если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач, а он дракон о трех головах. И головы эти хитрость, жадность, предательство. Если одна прикусит человека, то две другие дойдет его дотла. Давай же, Шарапов, поклянемся с тобой рубить эти проклятые головы, пока сабли не затупятся. А там пусть нас к чертовой матери посылают на пенсию из сказки нашей конец. Они и меня могут, как Топоркова, но напугать Жеглова кишка тонка. Я их выпал, с ней поганых давил и давил. Да ничего страшного. Не так уж часто мы собираемся. А прожил я их всех дольше, чтобы вбить кол Осиновой в их поганую яму. В общем, у Васи Векшина две сестрички остались, а бандит где-то ходит по земле, жирует, сволочь. Храбрости ума мало. Что же Вам еще понадобилось? Мы пережили страшную войну, может быть, самую страшную в истории человечества войну. Чтобы загладить все это, нужны годы, может быть, десятилетия, чтобы все это залечить. Сколько же Вам нужно лет? Двадцать, тридцать? Я ждать не могу. А я не предлагаю ждать. Я не предлагаю ждать, совсем не в этом дело. Но я, по моему глубокому убеждению, преступность у нас победят не карательные органы, а естественный ход нашей жизни, человеколюбие, милосердие. Милосердие поповское слово. Нет, Михаил Михайлович, с бандюгами покончим мы, то есть карательные органы. Вы не ошибаетесь, молодые люди. Милосердие – это доброта и мудрость. Это та форма существования, о которой я мечтаю, о которой все мы стремимся, в конце концов. Может быть, кто знает, сейчас бедности, скудости, нищете, лишениях, зарождается эпоха. Да не эпоха, эра. Милосердие. Именно эра. Милосердие. «Милосердие хорошее слово».